Почему же нас так называть? Ну ладно, я расскажу. Всем привет, меня зовут Алексей, я работаю в компании Simrush. Вот немножечко о компании. Simrush это all-in-one платформа для digital маркетологов. У нас достаточно, компания уже стала большой, сейчас у нас вся эта платформа состоит из большого количества продуктов, разрабатывают их более 30 команд разработки, и да, многие из этих продуктов являются аналитическими, поэтому мы любим ClickHouse. Немножко про опыт нашего использования. С 8 продуктов успешно построены, используем ClickHouse, у нас уже почти полтора года опыта в продакшене, вот, инфраструктуры всякие разные, вот, и да, действительно у нас есть 1,8 триллиона записей, ну, правда, конечно же, в distributed, если посчитать, каунт, вот, и размер самой большой таблицы, если размазанный по серверам, где-то 500 трабайт, потому что ClickHouse хорошо жмет, и где-то вот 1,2 педабайта в несжатом виде. Сегодня я хочу поделиться некоторыми историями, так как время сжато, мы постарались их максимально формализировать, вот, и начнем. История первая называется предагрегация данных. Нам очень нравится ClickHouse, потому что можно работать действительно с сырыми данными, но не всегда это получается возможным, примерно вот в таких вот кейсах. Проблема, которая описана здесь, это оперативная память на запрос более 25 гигабайт, но и при этом нагрузка на систему от 100 до 1000 RPS. ClickHouse принимает действительно запросы от пользователя, обрабатывает их, и все. Размер выборки у нас погрубаю, может быть, 400 миллионов, это нормально. Вот, и все это нужно отсортировать, отфильтровать по любым полям и отдать, естественно, с каким-то лимитом. Вот, ну, никакой магии, я думаю, я вам не открою. Создаем новую таблицу и стараемся заранее предагрегировать куски данных, таким образом, чтобы их можно было выбрать просто обычным селектом. И желательно все это перешардировать для того, чтобы каждый сервер был нагружен примерно равномерно. История 2. Это, кстати, проект первый, где мы применили ClickHouse, вот, полтора года назад, морфологический поиск. Ситуация примерно была следующая. Мы использовали другую СУБД и начали вставлять достаточно большое количество данных туда. Ну, вот, видно, да, 7 миллиардов записей примерно у нас было. Ой, и она, в общем, начала тормозить. Был вариант попробовать перешардировать, попробовать еще что-нибудь сделать, но поняли, возможно, есть другие варианты. И как раз тогда ClickHouse появился у нас в компании. Также там есть, да, вот три варианта поиска. Вот, придумали примерно следующий алгоритм. Мы написали внешний сервис. Строки у нас просто используют пробелы. Каждое слово мы используем natural language processing и до некой морфе мы сохраняем это все. Берем хэш. Ну, и вот, в принципе, здесь все написано. И ClickHouse опять творит чудеса. Все начинает работать отлично. Вот примерно я расписал здесь пример, каким образом это все происходит. Строка. I want to start using ClickHouse. Морфе мы преобразуем примерно. Я здесь специально не писал, что это хэши. Ну, здесь представьте, что здесь хэши в первой колонке. И там массивчики тоже хэши на самом деле. Вот. И прекрасным образом можно искать. Когда нам приходит запрос, прогоняем через ту же самую NLP-систему, ищем по первому вхождению, после этого ищем по массиву. Вуаля, все прекрасно. Борьба с join. Ну, здесь, я думаю, каждый, кто переходил от классических баз данных к работе с большими данными, понимает, что join-ы не только в ClickHouse начинают работать не очень хорошо. Например, вот с такими случаями. Допустим, есть размер выборки. Первое – это 500 миллионов записей, 15 столбцов. И второе – это 150 миллионов записей. Нормальный вполне запрос. Вот. Left join. Хорошая нагрузка. В общем, вы примерно эти данные уже все видели. Вот. 20 гигабайт на выполнение. Ну, это, естественно, на мерзущей машине, на машине-инициаторе запроса. И 15 секунд. Ну, опять же, классическим способом поборолись, немножечко денормализовали. И по кусочкам insert, select, join. Чуть-чуть накопили, вставили в табличку. Чуть-чуть накопили, вставили в табличку. Остальные две таблички, по сути, стали не нужны, потому что смогли построить такую систему, что, по сути, перешли на одну таблицу. Вот. Если нужно, там в некоторых моментах добавляли колонку с типом источника данных, если нужно фильтровать по какому-либо. И все прекрасно. ClickHouse работает. 1 секунда и 500 мегабайт на запрос. О, это, наверное, одна из моих самых любимых историй. Существует три таблицы. Значит, данные, из которых нужно пересекать друг с другом. Эти три таблицы пишут три разные системы. Вот. Опять же, размер кластера 30 серверов, куча данных. Все. И все это нужно по финалочке. Значит, я покажу, каким образом это нужно пересечь. Вот. И по финалочке это нужно все отсортировать, отфильтровать. В общем, пересечение примерно такое. Если показывать, значит, вот это вот у нас мы пересекаем, берем left join, получили некое множество. К этому множеству добавляем еще одно множество, и нам нужно сделать inner join. Получили его. А после этого взяли его плюс другую дату. И это нужно все отобразить пользователю с лимитом, отсортированное. В общем, все хорошо. Это только один из вариантов. Вот таких вот перемножений множество на множество может быть до пяти. Но это пока. Во всяком случае. Как решали? Попросили совет у Алексея Миловидова. Вот. Спасибо большое. На самом деле, серьезно даже не знали, как подойти к решению этой задачи. В документации было написано, что мерч-таблица используется в основном для семейства таблиц tiny lock, чтобы удобно было ими оперировать. Но вот нестандартный ход. И вуаля. Продолжаем работать с этими тремя таблицами, как с одной. И история номер пять. Как секция settings спасла. Это больше даже не история, это хинт. Не все знают, что в конце select-запросов можно писать settings. А иногда даже очень нужно. Вот. И настройки применяются только для конкретного запроса. И с этим можно очень хорошо поиграть. А в особенности, если есть подзапросы, там тоже можно писать секцию settings. И подзапрос будет выполняться с одними settings, а основной с другими. И на что, да, вот, примерно показать я здесь. Это то, что нам приходит в построитель запросов. Это вот тот самый сложный запрос, который пересекает кучу-кучу данных. Вот то, что я вам показывал. И вот внизу мы прекрасным образом использовали distributed group by no merge и max threads 4. Какие настройки использовали чаще всего? Max threads. Действительно, когда размер выборки не очень большой, вы знаете, что он будет не очень большой. Лучше его понижать. Это, опять же, по нашему опыту. Мы в некоторых моментах, снижая с 8 тредов до 2, получали прирост чуть ли не в 2 раза. Вот. Distributed product mode. Он бывает global и local. Здесь, понятно, можно играться. Но интересно то, что если в подзапросе указать, ну, в какой-то момент global, а в основном в запросе local, тоже можно получить очень хорошие результаты. Distributed group by no merge. Великолепная опция. Если правильно данные расшардированы, можно сделать так, что данные обрабатываются только на локальных шардах, ну, на локальных нодах. И при этом на мерзущую машину они сливаются, но не дегрегируются. Там есть небольшие моменты, если отправлять это все с лимитом. Ну, в общем, можно поиграться. И на самом деле очень хороший результат. Очень быстро работает в некоторых моментах. И distributed aggregation memory efficient. Много мы с этой опцией экспериментировали. Один, два, три, десять раз. Вывод, что проблема чаще всего не в системе, но это не точно. Надо обязательно экспериментировать. Мы экспериментировали много. К определенным моментам мы шли очень-очень долго. Вот. Но спасибо большое на самом деле команде разработки ClickHouse. Без них многое бы у нас не получилось. На этом у меня все. Спасибо большое. Ваши вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Алексей, в схеме с мархиологическим поиском я так понимаю, что у вас происходит что-то там с сайта, ну, то есть пользователь условно что-то вбивает, ему тут же делается некая подсказка. Не совсем подсказка. Там есть такая штука. Существует огромный набор, по сути, ключевых слов, фраз. Вот. Нужно, когда пользователь вбивает некую поисковую фразу, нужно вывести большую табличку с данными, где в этих ключевых словах могут встречаться вот эти вот слова в любой морфологической форме. И при этом при всем это автоматически, еще там идет на лету автоматическая генерация групп, в которых присутствуют эти фразы. Да, примерно так. То есть это прям отчет, и там максимальный размер выборки я показывал. Проще говоря, свой Яндекс. Да, вот я, собственно говоря, на эту тему пытаюсь сформулировать вопрос. Поскольку это выглядит как нагрузка не аналитическая, то в этом случае кликаус потенциально выбран неверно. Ну, а результаты говорят другое. Окей. Раз, раз. Да, вопрос такой. Вы говорили про настройки в конце запроса. Можно узнать порядок выигрыша от джонглирования ими? Как я и сказал, в некоторых моментах, когда джонглируешь, например, Max Threads, там точно, я вот помню прям цифру, некоторые вещи до двух раз можно выиграть. Вот. Ну, объяснение простое. Мало данных, много потоков, слишком большой overhead. Соответственно, снижаем overhead, меньше потоков, все хорошо. Остальные настройки, допустим, вот если взять distributed group by no merge, тут можно выиграть в десятки раз. Объяснение тоже очень простое. Машина инициатор запроса не выполняет лишнюю работу. То есть можно поиграться таким образом, что каждый, ну, запрос идет в distributed tabliцу, дальше каждая машина выполняет определенную работу, говоришь ей, что мне эту работу нужно выполнить до определенного лимита. Ну, вот я и говорил, что можно поиграться немножко. Вот. После этого слить данные к себе, досортировать немножко, но это будет уже маленькое количество, если постраничный вывод. И вывести, условно, сотню результатов. Ну, здесь, опять же, вот эта вот штука, distributed group by no merge, помогла нам, ну, вот я покажу, вот здесь вот. То есть данные мы можем обрабатывать таким образом, что, ну, условно, у нас ключ шардирования выбран таким образом, что все данные, которые нам нужно перемножать, будут лежать на локальных шардах. Нам не нужно доагрегировать данные. И все, и вся работа, по сути, падает на локальные тачки. Спасибо. Привет, меня зовут Дима. Привет. Решение 3, когда обрали с join'ами, я, может быть, что-то упустил, а почему не пошла материальная вьюшка? Да, материальная вьюшка. Сейчас, погоди, я вспомню, какой я кейс из этих описывал. Что-то мы решали и материализованным представлением. Да, не подошла она здесь. Почему? Потому что, по-моему, здесь нам нужно было перешардировать данные. По-моему, как раз таки, да, они схлопывались по одному ключу, но распределение по машинам было не совсем, так сказать, равномерным. Вот, соответственно, нагрузка была тоже неравномерная и нужно было перешардировать. Часть решений мы действительно в системе решали обычным материализованным представлением, но, к сожалению, не все можно сделать именно им. Спасибо. Спасибо. Спасибо.